Семьи бывают разные, а идеальных не бывает вообще. Но тюменская семья здоровая, крепкая, дружная. В своем выступлении губернатор Александр Мор сравнивает Тюменскую область с большой семьей. Семьей, которая прошла через сложные испытания, но смогла добиться успеха. Конечно, в первую очередь это касается экономики, однако у региона есть и другие сильные стороны. Тюменская область – одно из лучших мест в стране. В рейтинге качества жизни российских регионов, агентства стратегических инициатив, мы вновь в первой тройке. Ежегодное послание для Александра Мора, шестое по счету. Поддержка семей в регионе всегда была в приоритете. Федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми достаточно многочисленны, хорошо известны. И востребованы. Ограничусь двумя соображениями. Первое. Как бы ни складывалась финансово-экономическая ситуация, никакого сворачивания этих мер не будет. Но детям нужны условия. В этом году в Тюменской области построено 9 новых школ. Самые крупные в областном центре – в микрорайоне Плеханово, жилом районе Тура, а также в Ямальском-2. Две небольшие в Агайском и Упоровском районах. Свои двери открыл и новый корпус гимназии в Ишиме. Впрочем, вместе с количеством школ, по словам губернатора, растет и строительство жилья. В прошлом году мы добились исторического рекорда по вводу жилья. 2 миллиона 245 тысяч квадратных метров. Особенно удачно идет сотрудничество с корпорацией Дом.РФ. Применяются перспективные инструменты на развитие жилищного строительства, такие как инфраструктурные облигации. Тюменская область продолжает поддерживать статус региона с лучшими дорогами. Для примера, несколько цифр. В этом году в нормативное состояние привели порядка 350 километров дорог. Кроме того, в эксплуатацию введен путепровод через железную дорогу в Ялуторовске. А в Тюмени продолжаются работы на транспортной развязке мельника «Айти Дружбы» и строительство дорог в Новопатрушево. Но не все так гладко. Особое внимание в своем послании Александр Мор уделил вопросу кадрового дефицита в регионе. Губернатор дал поручение подчиненным найти пути решения этой проблемы. Поручаю заместителю губернатора Алексею Владимировичу Райдеру привлечь все необходимые подразделения правительства и представителей делового сообщества и составить реалистичный, обоснованный прогноз ближайших потребностей региона в трудовых ресурсах по специальностям и их группам. Всех потребностей, то есть и тех, закрывать которые предстоит и высшей школе. Неформального отношения к участию в рабочих группах и консультациях, ни тем более уклонения от него мы не поймем. Александр Мора отметил, что для решения проблем региона и его развития необходимо использовать нестандартные, даже иногда дерзкие ходы, прорывные решения. Только тогда тюменская семья станет еще крепче. Юлия Никифорова, Тюменская служба новостей.